Через 220 дней у столицы Чувашии появится новый генеральный план. Прежний разрабатывался в начале 90-х и порядком устарел. Что ожидают от нового градостроительного закона, рассказал главный архитектор Чебоксар Александр Шевлягин. Подрядчика выбирали, разумеется, на конкурсной основе. Среди разработчиков были архитекторы из Санкт-Петербурга, Ростова, Чебоксар. Победил институт урбанистики в Санкт-Петербург. То есть это один из старейших институтов, который занимался практически все генеральные планы наших поселений, разрабатывал, и фирма очень достойная, и материалы предоставили достойные, то есть по всем параметрам победил он. Оценка происходила по трем критериям. Первый критерий 50% – это стоимость, второй критерий 20% – это качество предоставляемых услуг, скажем так, и третий процент – сроки. Прежний генплан безнадежно устарел. В нем, представьте себе, нет таких микрорайонов, как Новый город Богданка. А именно они – основные точки роста жилищного строительства столицы. Кроме того, в старом документе отсутствуют заволжские поселки, Чандрово, Новые Лапсары, давным-давно вошедшие в городскую черту. Самое главное – новый генплан будет и в электронном виде, что позволит ему быть универсальным. Городские власти надеются, что разработчики помогут столице решить многие наболевшие вопросы. Транспортная схема нас волнует, да, с теми вопросами, которые сейчас возникают по транспорту, они тоже должны отработать. У них очень много специалистов по транспорту. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.